Добрый, добрый, добрый день! Во-первых, Team Secret сами по себе мощь невыразимая абсолютно словами, а во-вторых, Альянсы сейчас набирают оптимальную форму и все ближе к International, готовятся, я так понимаю, бороться за призовые места. Пока что Алики смотрятся очень и очень хорошо. Ну что, смотрим, Снайпер Найт, Сталкер, SF для команды Secret и Тролль, Варлорд, Спирит Брейкер и Бэйн для команды Alliance. По банам, собственно, видите все прекрасно сами. Совсем немного времени остается у Секретов, задумались они и Клокверк последним на данный момент пиком заходит для команды Secret. Клокверк в итоге, я думаю, отправится у нас в сложную, в общем-то, элементарная математика. Ну и со стороны команды Alliance. Уже есть Спирит Брейкер и есть Бэйн. Уже кое-какая новизна в современную мету дотовскую. Уже приятно наблюдать. Ну, Джаггер по четвертым пикам для команды Alliance. В общем-то, они тут вообще пошли по стандарту, не считая Спирит Брейкера и Бэйна. Джаггернауты, Тролль, Варлорды, Снайперы. От них уже действительно вообще в глазах двоица и троица. Как можно брать одних и тех же героев? У меня постоянно возникает этот вопрос. Но, видимо, у команд вопросов касательно данных пиков никаких. Если пик заходит, если пик играет и помогает команде одерживать победу, почему бы его не брать? Ну, в любом случае, опять же, все в руках у нас. Что Сикретов, что Альянсов. Не нам диктовать им, кого и где брать в итоге в матче. Хорошо, будем и такое смотреть. Что нам еще делать? Тут больше как-то не за шоу-тайм беспокоится команда, а за то, чтобы выиграть. И пройти финал, гранд-финал, ну и поехать на лан. Со стороны СНГ-шного дивизиона уже на лан у нас отправляется команда HellRaisers. В гранд-финале они смогли обыграть Na'Vi со счетом 2-1. Вообще, лютая катка трехматчевая была. И все это было интересно, ярко. И мидер команды HellRaisers, который в последние минуты приобретает две рапиры, это, конечно, чудо из чудес. Где такое вообще можно было видеть? Если разве что не от Na'Vi. Но это было от команды HellRaisers. Na'Vi в той игре слились, и вы были сами только что свидетелями данного слива. Ну что, Team Secret, последний пик. Лич залетает у нас для секретов. Пупей по-прежнему пикает интересно. Пупей этого действительно не отнять. Ну и Alliance. Ласт пик. 10 секунд, remaining. 5 секунд, remaining. Reserve time. 55 секунд для команды Alliance. По лайнам давайте разберемся, что там будет. Тролль Варлорд, я думаю, отправится у нас на мидлейн. На сложную, скорее всего, станет Никвана, спирит брейкере. Бэйн будет саппортить Джаггера. Ну и нам нужен еще один саппорт. Лину забанили с секреты. Лина такой саппорт, который и лейт потенциал имеет очень и очень вменяемый. Поэтому ждем, что же все-таки Alliance придумают. Можно, в принципе, взять любого другого функционального саппорта с несколькими дизейблами. Например, тот же Shadow Shaman был бы не лишним. Во-первых, за счет своих кастов. Во-вторых, хотя Скайр... А, Скайресмак у нас уже в бане. Но Shadow Shaman, по-моему, отличная замена тому же Леону. Ну и Хекс есть, и дизейбл имеется, и плюс пуш потенциал неплохой. Вич-доктор от Alliance. Хорошо. У меня всегда в одной и той же пачке где-то на подсознании были Вич-доктор, Дазл, Shadow Shaman, наверное, Леон и, может быть, Лина. До того, как Лину не превратили у нас в супермашину для убийства. Но давайте по героям сразу разберемся и по... По игрокам. Кто кого пикнул. Fucking Mad забирает себе Бэйна. Spirit Breaker для Никвы. PyCut забирает себе тролль Варлорда. Loda будет играть у нас на Джаггернауте. И Акки будет играть на Вич-докторе. Со стороны команды Secret. Пупей будет играть на Личио. Артизи забирает себе снайпера на мид-лейн. Зай отправляется в сложную на Клокверке. Ну и последние пики С4 забирает себе СФа. И Курроку будет играть на Найт Сталкере, как я понимаю. В принципе, все понятно, все очень просто. Зай в сложную на Клокверке. Это классическая схема. Да, да, да. Курроку у нас фармит на Найт Сталкере. Наконец-то звездный час Курроку настал. А то все с саппорты до саппорты. Теперь будет немножко и фармить у нас Куро. Снайпер на мид-лейне от Артизи. Вроде интересный игрок сам по себе. И такой скучный герой для него. С4. Подождите, а... А может быть Артизи у нас отправится фармить в легкую линию? А Курроку будет саппортить на Найт Сталкере. Да, вполне может быть, потому что С4 уже здесь закупился под Боттл. Ну и куда еще идти СФу, кроме как в мид-лейне? Снайпер может постоять в легкой. Это не проблема. А придется тогда Найт Сталкеру саппортить. И Куро у нас не будет фармить. Насколько я могу судить, будет помогать фармить Артизи. Пупей уже недалеко у нас от С4. Если что, готовится выход на мид-лейн. Можно будет сразу попытаться кого-то из игроков команды Альянс забрать. Вообще, по линиям разбежались команды по рунам. Верхнюю позицию заняла команда Альянс. На нижней руне сконцентрировались силы команды Секрет. Зай видит у нас Никву. Коги у Глокверка есть, но закрывать Никву в Когах пока что смысла никакого. В принципе, батарея саут нет, поэтому даже продамажить толком Спиритбрейкера не получится. С4 забирает баунти руну. Ну и теперь 100% С4 идет на мид-лейн. Со стороны команды Альянс Пайкат на Тролль Варлорде отправляется на мид. И вообще, по героям. Мы, в принципе, видели, да, Лода играет у нас на Джаггере. Лода идет на Джаггере в сложной. Вообще, вся Трипла расположена в сложной со стороны шведского коллектива. На нижнем лане у нас Спиритбрейкер от Никвы. Против Никвы будет стоять Куроку и Артизи. Куроку будет саппортить, Артизи будет фармить. Найт Сталкер и Снайпер. Ну и Зай в Соло на топ-лейне. Ну я бы Пупея, конечно, с мид-лейна переместил поближе куда-то к топу. Потому как вы видите, что творится с Зайем. Он вообще за собственные Т2 его загнали. Вообще, по командам, которые встречаются в европейском дивизионе, чтобы вам было понятно, скажу, что нас сегодня ожидает. У нас сегодня Alliance Secret сейчас. Потом НИПы против Cloud9. А потом, кто выигрывает, идет по верхней сетке. Кто проигрывает, отваливается сразу же вниз. Ну и снизу может уже вылететь из турнира. У верхней сетки, как обычно, есть шанс на то, чтобы свалиться в Лузера. И там попытаться дойти до Гранд Финала. Примерно так сделали вчера Хейры. И в итоге, пройдя по Лузер Брекет, смогли развалить Na'Vi в Гранд Финале. И выйти на Лан Финал. Здесь, в принципе, короче говоря, все возможно. В дота-сетке, в дота-концепции вообще турнирной, все возможно. Даже если ты проигрываешь где-то в плей-оффе, есть вариант еще добраться до финала. И там вырвать главный приз. У Клокверка проблемы по фарму дичайшие. 0-0. Крипстат для Зая. Пока что никакой возможности подойти к крипам у него нет. Зато Лода у нас на полную фармит. 9 на 9 счет у нас у Лоды по крипам. Что первый выход на мид-лейн. За пайкатом пошел С4. Ну и нет вижена за пайкат... Нет вижена у команды Сикрет. В итоге пайкат... Пайкат остается живым. А вот Куроку, кстати, на хосте немножко лишнего себе позволил. Наполучал у Тавера. Трипла команды Сикрет сконцентрировалась на мид-лейне. Здесь же пайкат остается в соло. Даблам из Факин Мэда и Аки отправляется на топ-лейн. Дальше издеваться над Зая. Но Зая хоть чуть-чуть где-то какой-то экспириенс капнул. Отвел сам себе. Сделал отводы. Забрал слабую пачку крипов. И получил немного себе экспы. Разгон у нас был от Никвы в Никву. Да. Это, я так понимаю, самого себя засейвить. Или все-таки на Зая. Наверное, на Зая пытался у нас Никва напасть. Промазал, мискликнул по крипу. И в итоге отменил всю эту тухлую затею. ОС4. Один Бутс оф Спид. Не приобретал себе больше, в принципе, ничего. На дэмэдж С4. Только Бутс оф Спид. В скором времени появится в Рейсбенд. Ну и думаю, Аквила тоже где-то у нас на горизонте замаячит. На данный момент ССФ у нас по фарму на третьем месте. На первом месте Лода. 1770 для него. Ну и 1730 для Артизи на снайпере. Ну ждем. Артизи обычно собирается в классическую схему. Чуть ли... Как бы не Артизи вообще эту классическую схему придумал. Фейсбуцы, Мом, Шапнель на максимум. И Бейбиги. Так, у нас Зая могут здесь убить. А могут и Факин Мэда убить. Но Лода уже не позволит здесь умереть Факин Мэду. На лоу ХП, кстати, Факин Мэд. И что? И добивают у нас в итоге его. Куроку погнал дальше Аки. У Пупея через 3 секунды будет Фрост Бласт. Можно цеплять Аки. У Куроку Войт очень долго. Еще не будет проюзан. Здесь Хилингвард, кстати, первого левела. Но Хилингвард вряд ли у нас спасет Аки. Аки у нас в итоге отваливается. Дальше Залоды. Счет 2-1 на данный момент. Скорее всего и Куроку отсюда не отпустят. Брейнсап есть у Факин Мэда. Забрали Куроку. И Пупе еще здесь пытался Факин Мэда разбудить. Не получилось. В итоге счет становится 2-2. И по итогам данного файта... А непонятно, кто в плюсе вообще. Сикреты в любом случае выигрывают более сотни по экспириенсу. По голде, точнее, по экспириенсу тысяча для Team Secret. У Зая появляются Транквилы. Просто, чтобы стоять на лайне. С-4 по Пайкату. По-моему, все 3 Койла прошло у нас как раз по троллю Варлорду. Правда, не хватило даймэджа С-4. Немножко, чтобы Пайката отправить в таверну. У Никвы на нижнем лайне. Дела не лучшим образом обстоят. Есть только 2 Гентл оф Стрэндж и Бутс оф Спид. Больше для Никвы ничего. Но у него 5-0 Крипстат. Откуда вообще брать артефакта? У кого там Урну в Шадоуз появилась? Я не смог увидеть. Сейчас разберемся. У Бэйна появляется Урну в Шадоуз. Факин Мэтт уже направляется на нижний лайн. Разгон пошел по Куроку. И Никва отменяет вообще разгон. Потому что только что видел, что случилось с Витч Доктором. То же самое может быть и с Никвой. Курок уводит на Никву. Никва отсюда не уходит. Еще один фраг для команды Сикрет. 2-4 становится счет. Ну и Факин Мэтт не собирается выходить у нас в Соло драться против Куроку. Потому что только-только сразу появится на горизонте Снайпер. И вряд ли отсюда сможет Факин Мэтт уйти. А вот так Факин Мэтт в принципе готов драться. Вытянул на себя Куроку. Но Куроку понял, что там лишнее себе позволил. Убегает обратно на нижний лайн. Разгон пошел по С4. С4 в Инвизе. Никва, я думаю, не решится все-таки врываться у нас в С4. Все, отменяет опять же Charge of Darkness. Вообще разгоны от Никвы все куда-то в никуда отправляются. Который раз уже пытается у флейнер команды Alliance хоть что-то сделать. И как-то на других лайнах помочь своим тиммейтам ничего не происходит. 2-4 Бэйн на лоу ХП. Где-то очень быстро разгорел у нас Бэйн. С4 2 койла дал. Куроку дал, по-моему, Void. Ну и под Сайленсом очень быстро развалили у нас саппорта команды Alliance. Секреты начинают ввести в счете с ощутимым преимуществом. 2-5. Куроку видит здесь Аки, видит Лоду. У Лоды еще нету мне слэша. И лучше бы Куроку отсюда бежать. Еще одни Каски ловит Куроку. Вообще ему не везет. Еще и стопит собственная иллюзия здесь Джаггернаут. Лода отыграл просто на 5 с плюсом. Развалили саппорта команды Сикреты вообще на ровном месте. Еще и жирного саппорта. Того, которого непросто убить. Ну, Alliance, понятное дело, что тут не без руки. И Лода очень и очень скилловой игрок. Не только как керри, а вообще как боевая единица в составе профессиональной дота команды. Команды заблочил, застопил своими иллюзиями и спокойненько со спины хребет проверил у нас Найт Сталкеру. Счет становится 3-5. Сикреты по золоту, тем не менее, выигрывают 2000. По экспириенсу Team Secret тоже выигрывают 2000. Давайте по вещам пробежимся. Почти 8 минут у нас прошло уже. Так, у нас Никва на ЛОХП. Никва застрял в елках. Бедняга, бедняга. Что ты здесь делаешь, непонятно. В итоге забирают Никву Секреты на топ-лейне и счет становится 6-3. У Зая уже есть Чейнмейл. 550 на руках, остается 1200 до Блэйдмейла. У Лича 360 на руках после Бутсов Спид. У Куроку чуть-чуть остается до... Рецепт осталось купить до появления Урнов Шадоуз. У Пупея в принципе ничего, кроме Бутсов Спид. У Шадоу Финда у нас уже есть Баклер, есть Хедреска. И осталось из 4 просто нафармить 800 голды до рецепта на Мекку. У Артизи на Снайпере. Фейс Бутсы, два Врейс Бенда. Чуть-чуть остается до Мордип Маска. Там где-то и Мом уже появится. Ну, по фарму вообще команда Секрет получше себя чувствует. 3000 выигрывают на 9 минуте. По экспириенсу более трех тоже в пользу команды Секрет. У Тролль Варлорда уже есть Рейс Бенд. Боттл Фейс Бутсы. Также у Пайката 850 сверху. Тоже скоро появится Мордип Маску Лоды, мы видели. Скоро будет выход, как я понимаю. Хотя удивительно, Лода у нас через Пауэр Трэд скачается. Ну, это не повод, собственно, Мома себя лишать. Баттл Транс у нас от Пайката, просто чтобы пофармили керри его команды. Сам стейпелит крипов в лесу и Лода здесь. Дабл Стак еле-еле убивает. Потом потихонечку, потихонечку он, в принципе, золотом Джаггернауту капает. Он размещается у нас на третьей позиции. В принципе, делит ее пополам с Пайкатом. Вторую позицию даже. И СФ от С4 на первом месте. 4700. Для мидера команды Секрет. Ну, дальше уже Снайпер. Артизи практически не отстает от даблы Лода и Пайкат. Ну, что, на нижнем лайне сразу три игрока команды Alliance. В принципе, Артизи можно было бы здесь зацепить, но для этого Факен Мэй должен хотя бы в Найтмэр отправить у нас Снайпера. Ну, опять же, дотянись, попробуй до Снайпера, если он стоит вообще с другой стороны реки и просто через реку месяц всю команду Секрет. Ну и крипов заодно. Тут Артизи не должен подставляться. Это явно лишнее. Зай готов рываться или нет? Или просто размять немножко команду Alliance? Рокет полетел у нас на мидлейн. Здесь никого, в принципе, нет. Пайкат в Соло здесь стоит. Пока что фармит и Мека появляется для СФа. Налог ХП Никва. Ну, Никва смог отойти до, собственно, Т1. С4 выходит у нас на Пайката. Разменялись любезностями. Ну, скорее всего, С4 будут здесь забирать. С4 юзает Мекку и пытается убежать. Сразу же 3 ТП сюда на подсейф. С4 пока что живет. Зай промазывает кукшотом, ставит Коги. С4 отхиливается. Артизи уже стоплейная. В пятером команда Секрет здесь. В Найтмэр отправляют у нас Артизи. В итоге забрали только Лоду и улетает отсюда Факен Мэт на Бэйне. Один в ноль Секреты. Вроде бы так круто ганкали здесь. С4 в итоге развалился как раз мейнкерри команды Альянс. Счет становится 3-7 по золоту Секрет. Три с копейками по экспириенсу. Тоже порядка 3,5 тысяч в пользу коллектива Секрет. Никва все что можно было вкастовать в С4 вкастовала и продолжает унажить С4. Мекку провязал мидер команды Секрет. Дальше убегает С4 и отбухиливают его. В итоге Дезвард у нас просто в Нику дабл отправлен. С4 живой. Где Артизи? Артизи у нас спит в это время. У СФ от 1000 по голде. Скоро появятся серьезные вещи для СФ. Он первый по фарму. На 1500 опережает здесь ближайших преследователей. В стане команды Альянс. Пайкат 4600. У С4 6200. Хукшот. Где он? Хукшот от Зая опять, как я понимаю, в никуда. Зай по хукшотам как-то слишком корявенько смотрится. Пупей в итоге забирает Тауэр на мидлейне. По золоту. Команда Секрет 4000. По Экспириенсу тоже порядка четырех в пользу Секретов. Ну, надо смещаться на другие лайны. Надо реализовывать свое преимущество. Как-то воплощать его в разрушенные товара. Примерно этим Секреты, я думаю, будут заниматься. Все-таки они вроде как в доту шарят, как играть. У Найт Сталкера. После Урна в Шадоус уже имеется 1000 по золоту. Приобретает себе Глосс оф Хейст к уроку. Эти Транквилы на Найт Сталкере вообще в панику меня вгоняют. Абсолютно странное решение. Да, надо быстро бегать. Я понимаю прекрасно. Ну, вообще, визуально просто даже как-то страшно смотреть. Разгон от Никвы на С4. К уроку. Спасай мидера. Делай что-то. Упупей. Отчаянника не будет еще 15 секунд. С4 здесь разваливает. Убивает С4 за счет умни слэша. Да и просто с руки неплохо Альянс ковыряли. Мидер команды Секрет отправляется в таверну. По золоту 800 зарабатывает Альянс. По Экспириенсу тоже в пользу Альянс полторы с копейками тысячи. Появляется Мэск оф Мэднес для Джиггернаута. И Снайпер от Артизи приобретает себе Даггер. Никаких Момов от Снайпера. Он быстро бегает. Ему не надо ускорения. Он будет просто бить больше. Не быстрее, но больше. Команда Секрет понимает, что они имеют некое преимущество над своими соперниками. Опять врыв от Зая в никуда. Артизи, забери его обратно в ЕГЭ. Зай, по-моему, ни одного точного хукшота не дал за всю игру. У нас уже 4 или 5 данных спулов было проюзано. Все как-то не туда у Зая получается врываться. То в крипа, то в пустоту, то в дерево. Погоня за Куроку. Пайкат на хосте. Хоста вот-вот закончится. И Куроку на своих Транквил Буцах. Развернулись на Куроку. Засловили его и неужели заберут, а? Ой, на Куроку. На Пайката точнее. Да, в итоге забирают Пайката. Лич забирает данный фраг. Для Пупеи это первое убийство. Куроку у нас 4-2-4 идет на данный момент. У Артизи 1-0-3. Неужели Куроку больше всех убивал? Так и есть. Найт Сталкер у нас 4 фрага сделал. Это самый крутой показатель на карте вообще. Ну и по 2 фрага сделали, соответственно, Лода и Факин Мэтт. Альянс на Т1 по... Тим Секрет, точнее. На Т1 по Топ Лейну. Альянс и Дефать здесь толком не может. Один Факин Мэтт стоит у нас. Но относительно далеко. Вариантов как-то по Дефать собственный Тауэр нет. Снайпер на Мид Лейн. За Аки. Даже не стали ее взять ульту у нас в Аки. Еще одна шапнель под ноги. Артизи бежит дальше за Аки. Вбок уже забегает Куроку. Пупей получил топоры и я отбежал. Ну здесь Артизи, по-моему, немножко нафейлил. Вот были бы фазы, или... Точнее, да, не фазы, был бы Мом. Я думаю, что Артизи Вич Доктора забирал бы. Ну, не сложилось. Хотя, в принципе, когда убиваешь по многу людей, купить Мом за 1800 вообще не проблема. Никва на Спирит Брекере. Огр Клаб себе приобретает. Урнов Шадоуз, как я понимаю, для Никвы не будет куплен. Все-таки Урнов Шадоуз есть для Бэйна. И этого, в принципе, достаточно. У Аки ничего, кроме Брасера и Бутсов Спид. У Лоды уже есть Мом, Блейд и Фалакрити. И совсем немного Луди остается до приобретения Яши. Также есть ПТ и есть Рингов Аквила. Со стороны Сикретов, Лич с Транквилл Бутсами и Медальоном. Пупей так потратил деньги у Клокверка. На котором играет у нас Зай. Остается всего лишь 50 монет до Блейд Мейла. Для С4. Есть ЮУ, есть Мека, ПТ, Насилу и Боттл. Куроку мы видели. У Куроку появляется Хэнд оф Медас. В скором времени, я думаю, Найт Сталкер будет у нас выходить в Аганим. Ну и для Снайпера. Тысяча по золоту есть Блинк Даггер, есть Аквила, Рейс Бент и Фейс Бутсы. Рошан падает для команды Сикрет. Альянс вообще ни сном, ни духом. Понятия не имели, где находятся их оппоненты. Теперь будут без Аегиса ближайшие 13 минут. Ну что, будем ждать вырывы от команды Сикрет. В принципе, по золоту они только наращивают свое преимущество. По Экспет тоже относительно впереди. Три с копейками до 20 минуты. Это, в общем-то, и неплохой показатель. На нижней лайн. Тим Сикрет. Глиф юзает команда Альянс. Это просто, чтобы потратить время Сикретов. Тролль Варлорд на топ-лейне. Приобретает себе Белт оф Стрэндж Огер Клаб Пайкат. Осталось только рецепт на Сашу закупить. А дальше будет, я думаю, Сэнжин Яша для Пайката. Почему именно Саша начал Пайкат? Ну, думаю, ответ кроется у нас в том дэмэджа, который сейчас вносит СФ. И Снайпер, и Тролль понимает, что можно вообще не пережить ничего. И опять же, есть уже Юл для СФ. Поэтому, если у нас Тролль Варлорд попадает в Юл, то через Реквим оф Сол очень быстро С4 с ним справляется. Пайкат. Быстрее делать ТП-аут. Чайник юзает Пупей. Просто, чтобы сбить ТП-шку, у нас Тролль Варлорду отправили мейн-керри команды Альянс в таверну. Где в это время Лода? Он занимается фармом фэншентов. Ну, в это время не мейн-керри, это мидер команды Альянс. Уже во второй раз умирает. Отправляется в таверну. Счет становится 14-9. На 20-й минуте команда Сикрет выигрывает 7 тысяч по золоту и 4 тысячи по опыту у команды Альянс. Спирит Брейкер побежал у нас на мидлейн. Разгон по Куроку. Здесь есть Коги и Никва бьется у нас об них. Дальше за Куроку. Каски полетели по Заю. Зай под Дезвардом. Дезвард переключается на Куроку. И как же повезло вообще команде Сикрет. Да, они потеряли СФ, а разворот пошел за Никвой. В итоге даблкил у нас от Куроку. И вообще троих забивают в данном файте игроки команды Сикрет. Потеряли только СФ. Это было здесь, в лесу. Ну и еще один килл от Снайпера. Кого где убили? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Видж Доктор уже на собственном хайграунде. Просто на ступеньках остался лежать у нас Аки. Аки. У Снайпера есть 1900. И пока что Артизи ничего не приобретал. По отхилу и отжору нет ни Мома, ни Доминатора и ничего подобного. У Артизи появляется Ultimate Orb. Снайпер, как я понимаю, собирается выйти у нас в Eye of Scudder. Как там дела у СФ-а? 1100 на руках у С4. Есть Юл. Есть Мека, ПТ, Боттл. Это в принципе с вами видели, Найт. Сталкер у нас приобретает Point Booster. Ну и для Курока уже имеется 1100. По голде остается 1900 нафармить до появления Аганима. У Лича появляется Баклер. Пока больше ничего. Хотя Баклер этот... Не очень понимают, зачем Личу Баклер. Вряд ли здесь Кримзонгвард будет от Лича. Но это было бы вообще дико. Не знаю даже, что сказать, зачем это. У Клокерка появляется Став у Физердри. Зай готовится выйти у нас в Force Staff. Но выталкивать себя из Коков, оставлять там гнить команду Alliance. Никва уже бежит у нас на Клока. Быстренько разворачивается. Вот как заиграет не очень у нас продуктивно. За счет хукшотов неточных. Та же история здесь с Никвой. Он ни разу, по-моему, еще нормально не вгрызся в кого-то. Пробежав через всю линию. Или просто пробежав хотя бы какое-то расстояние. Никви как-то вообще не прет. Ой, по золоту-то им... Team Secret 11000 выигрывают. На 23-й минуте. По экспириенсу тоже почти 11000. И даже чуть-чуть больше от команды Secret. Они впереди. Зай врывается на пайкатов. Вот батарея с... Короче говоря, под батарейками пайката развалили здесь Артизи. Не пожалел ульта. А что жалеть? 15 секунд КД всего. МП у снайпера тоже предостаточно. Поэтому можно тратить Ассасинейт, когда только захочется. Ну и 5-15 секреты впереди. По золоту выигрывают 12000. По экспириенсу тоже 12000 в пользу команды Secret. На Т2. Готовы подпушить. Я думаю, если Т2 быстренько упадет, то в скором времени и с другими товарами разберется у нас команда Secret. У них перефарм очень солидный. Они это прекрасно понимают, потому что такие игроки в составе команды Secret, которые доту чувствуют просто великолепно. Им ничего не помешает передислоцироваться на одну из других линий и там снести лайн за лайном. С4 без даггера и, наверное, это спасает у нас Пайката. Хотя и Факин Мэтт был недалеко, но здесь и Куру недалеко. И Пупей на лоу-граунде. И Зай готов ворваться с хукшота. Посмотрим, получится ли сейчас у Зая нормальный хукшот провязать. Зай, ну здесь хоть попадешь. Никва у нас на Зая. Зай в итоге хукшот пока не проюзал. Разультился здесь СФ. С4 начинает наваливать по всей команде Alliance. На лоу-хп Зай. Пайкат тоже на лоу-хп развалили. Пайката потеряли Пупея. Зай врывается в лоду. Вообще бесполезно. Лода крутится и лоде вообще не больно. С4 дальше у нас за Джаггернаутом. Джаггера должны забирать. С4. Трипл килл в данном файте. 6.20. Команда Alliance вообще трещит по швам. У них 15 тысяч поражения по золоту. 15 тысяч по Экспириенс. Секреты, я думаю, недолго будут мучиться здесь ни с кем в данном дивизионе. Там Клауда и Нипы. И по-моему, Team Secret их просто-напросто не почувствует. Alliance мне кажется наиболее серьезным персонажем в данном собрании из четырех коллективов. И вот Secret на Alliance вообще внимания не обращает. Просто как асфальтоукладочный каток. Потихонечку, каждую минуту сминает. Команду Alliance. В итоге, посмотрите на графики, они просто ползут вниз. Alliance у нас смогли что-то показать только на ранних минутах. Где-то кое-как еще огрызались. А в целом проигрывают нон-стоп. Но это видно и по счету. 6-20. На данный момент счет. 26-ая минута у нас идет. И все дальше и глубже, и глубже спускаются шведские игроки у нас. Зая опять промазывает по лоде. Что не хукшот, то провалы. Вот Клокверка. У Артизи уже есть скади и полторы тысячи по золоту для снайпера. Ну, всего предостаточно, чтобы давить. Снайпер у нас супер вообще атакующий. Быстрый, стремительный, врывной. Все это приобреталось с одной единственной целью. Начать давить. И, собственно, не отпускать команду Alliance. Но ждем. Я думаю, что в ближайшие несколько секунд Артизи возьмется за голову и поймет, зачем он все необходимое приобрел. У Клокверка появляется поинт-бустер. Зачем он, правда, к Заю непонятно. Это учитывая процент промахов хукшота. Ну, просто будет чаще давать хукшоты и чаще будет промазывать. Хотя, с другой стороны, будет и чаще попадать. Процент у Зай не меняется. Где-то один хукшот из десяти. Когда их будет... Может, два хукшота из десяти. Когда их будет сорок... Там, гляди, и восемь будет хукшотов точных. Поэтому, видимо, по данной логике действует у нас Клокверк. Alliance заходят на Рошана. Лода провязал Манта Сайл. Иллюзия отправил чекать, где у нас кто. Ракета полетела от Клокверка. Должны понять, что Alliance на Рохе. Пайкат провязал Батл Транс. Не успеет сюда Сиквит. Они идут под Смаком и смогут зайти в бок команды Alliance. Ну, Alliance быстрее бежать отсюда. Наконец-то! Крутой хукшот у нас от Зая. Двоих закрывают в Коге. На лоу ХП Аки. Аки разваливается. Зай тоже на лоу ХП, но стоит на хайграунде. Пакин Мэт. Тоже на лоу ХП. И здесь ССФ достает его ультой. Минус два делает команда Сикрит. Теряет только Пупея. Пупей не смог раскастовать ульт. Пайкат пытается сделать ТП-аут. Куроку стопит у нас Пайката. Ну и Пайкат никуда отсюда не уходит. Минус три делают Сикриты. Теряют только Пупея. Счет становится 7-23. Т2 здесь стоит и просит, когда к нему подойдет команда Сикрит. Но здесь есть хайграунд. Здесь есть Т3. У С4 дичайший перефарм на фоне того же Тролль Варлорда. Спирит Брейкера. Поэтому С4 будет без вопросов заходить на ХГ и заканчивать данную игру. Никва пошел врыв по Артизе. Лоду пытается здесь подстопить. Артизе, блинкаут. И Никва вовремя остановлен был Заем. Скорее всего заберут здесь Спирит Брейкера. Зай очень удачно врывается. Но ничего у Альянс не получается. Сикриты буквально на голову выше своих оппонентов. Дальше погоня за Аги. Даблкилл в данном файте от Зая. Ну и мега килл стрик от С4. Я думаю, что дело попахивает ГГ. Альянс это должны прекрасно понимать. 20 тысяч по золоту Сикриты. По Экспириенсу 22 тысячи тоже в пользу команды Тим Сикрит. Мидлейн можно в принципе и доковырять. На Т4 пошел С4. Удивительное рядом. Ну что, бегут на Т4. В принципе, Тауэр можно сносить. Зай начинает пилить Т4. Решили по-быстрому С4 и компания закончить данную игру. Ну что, забрали один Т4 и ушли. Ну почему, почему не додавить? Ну вот почему. Вся команда Альянс жива. Все пять ультов есть у каждого из игроков. Ну и все. И надо команде Сикрит отходить у нас назад. Хилиться, регениться. Приобретать необходимые вещи. На заработанные в бою деньги. И потом уже возвращаться с новыми силами. У Снайпера появляется Мом. Как я и говорил, что если у Артизи будет нормальная скорость атаки и достаточное количество людей будет убивать Снайпер, а с таким запаком в принципе убивать не проблемно, то Мом появится очень и очень быстро. Появляется Мом, еще и Яша сверху бонусом для Артизи. Ну, Зая вроде как наладился прицел. Касательно хукшотов, как раз под это дело появляется Аганим. На Клокверке. Кроку и Факин Мэт. Поднимают ветра здесь Бэйна. С4 готов уже развалить Бэйна. Бэйна убивают. Анстапа был для мидера команды Сикрет. Улетает отсюда Тролль Варлорд. Просто запугали у нас тролля. Пайкат идет жутко вообще. По фарму, по шмоткам у Пайката. На 31-й минуте Сэндж, Доминатор, Фейс Буцы и до сих пор не собранный Блэк Кинг Бар. 0-5-2 идет Тролль Варлорд. У лоды на Джиггернауте есть Пойнт Бустер, есть Алтимейт Уорп, Манта Стайл, Мом и Пауэр Трэдс. Ортизи, Тролль Варлорда. Просто, легко, мягко, без вообще проблем каких-либо. Тролль Варлорд у нас отъезжает в таверну, счет становится 7-28. В 4 раза больше убила команда Сикрет, чем умерла. По золоту они выигрывают 27 тысяч. По экспириенсу они впереди на 25 тысяч. Ну дофига вообще, и Алайнс вряд ли будет что-то делать. Зай у нас здесь в Брейнсапе от Бэйна. Никва врывается в него, уже в бок заходит команда Сикрет. В принципе, могут и потерять Зая. Зая выталкивают, старается уйти Зай, ловит каски. Дезвард у нас по нему уже. Зай врывается у нас в Аки, и Аки в итоге убивает. Но я думаю, что сейчас никаких вариантов вообще для команды Алайнс хоть что-то сделать. Я думаю, что они в панике просто пишут ГГ, но так и есть. Алайнс не дожидаются, пока Сикрет зайдет на хэкграунд и снесет им еще одну сторону, а потом еще один Т4 и Трон пишет Гудгейм, Виллплей. Поздравляем Сикретов с первой победой в европейском дивизионе. Команда Алайнс падает у нас в сетку лазуров. И у нас на повестке матч между командами Клауд Найн и НИП. Не переключаемся. Заходим в группу ВКонтакте, подписываемся туда, чтобы у нас росли подписчики, и мы могли все большему количеству людей сообщать о дальнейших наших кастах. Ну и напомню, это студия Игрокам ТВ, у микрофона друг. Нажимайте follow на наш твич, для нас это очень важно. И услышимся через, вообще через несколько совсем минут. По факту матч должен начаться в 18.00. Матч между командой НИП и командами Клауд Найн. Все, услышимся очень-очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok